Продолжение следует... 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 монахи Гелонги, перед которыми стоит задача возрождения монашеской традиции в Тыве и создания крупного образовательного центра для изучения и практики древнейшей на Земле мировой религии буддизма. Торжественное открытие храма Туптенши Друблинг состоялось 28 апреля. Именно эта дата будет отмечаться как начало его работы и своеобразный день рождения. Однако для истории важно отметить и 24 апреля, когда здесь прошла первая служба монахов. Дело в том, что буддийский храм, построенный и оформленный согласно тибетской тантрической традиции, начинает жить и даровать благословение всех будд, когда мастера тантры, монахи или миряне в ходе специального ритуала приглашают божеств снизойти в рукотворные образы, когда статуям открыли глаза. Так прекрасно сделанные скульптуры становятся святынями для поклонения, образами, с которыми соединены просветленные существа, через которые они теперь смотрят на нас, простых людей, даруя благословение, наполняя пространство мудростью и превращая храм в неразрушимый дворец нирваны. Таинство нисхождения просветленной мудрости в статуи божеств, прошедшее 24 апреля при участии небольшого круга свидетелей, это памятная дата и точка отсчета сакральной жизни храма. Теперь каждый прихожанин храма с сильной верой, складывая руки у сердца и читая мантры перед образами будд и божеств, может беспрепятственно получить благословение просветленных существ, которые свободны от омрачений и страданий и даруют мир и радость каждому сердцу, каждой семье, всем людям на этой планете, которые способны даровать защиту и мудрость, чтобы дальше мы всегда шли белой дорогой и помогали в обретении счастья всем живым существам в этом мире. Да будет благо здесь и сейчас! Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Тorzok